В посольстве России в Париже впервые отметили Масленицу. В посольстве России в Париже впервые отметили Масленицу. Час 44. Рия новости. Екатерина Чеснокова. Празднование Масленицы. Рия новости. Екатерина Чеснокова. Празднование Масленицы. Архивное фото. Париж. 7. Рия новости. В посольстве России во Франции впервые отметили Масленицу с русскими народными песнями, танцами, частушками, которые исполнили артисты из Калужской области, и традиционным для этого праздника угощением блинами. Добро пожаловать на русскую масляницу в посольстве. Мы впервые к этому опыту обращаемся и надеемся, что вам уже понравилось начало, а продолжение нашего сегодняшнего вечера окажется не менее ярким. Это древняя традиция Руси, которая идет еще с дохристианских времен проведения масляницы. Если говорить о Франции, она сопоставима с так называемым «жирным вторником», сказал российский посол во Франции Алексей Мешков собравшимся в посольстве гостям. Жирный вторник – последний день карнавала, завершающий всеядную неделю, после которой для верующих католиков наступает Великий Пост. Как и масленица, праздник имеет языческие корни, и сопровождается карнавальными шествиями и широким застольем. Он отметил, что сейчас в разных частях мира проходят карнавалы. А масленица – это наш, русский карнавал. Это очень добрый праздник, который предвещает приход весны, добавил российский посол. Мешков поблагодарил коллег из Калужской области за то, что они откликнулись на приглашение и приехали в Париж. В частности, в посольстве присутствовал губернатор области Анатолий Артамонов. Глава российской депмиссии напомнил, что в среду утром в Париже успешно прошла презентация потенциала Калужской области. Калужская область – одна из самых перспективных и динамично развивающихся областей России. Она является одним из пионеров российско-французского экономического сотрудничества. Поэтому не случайно, что губернатор области господин Артамонов является, в том числе кавалером ордена Почетного легиона Франции, сказал Мешков. Губернатор Калужской области в своем выступлении отметил, что каждый француз и каждый русский знает историю легендарного полка Нормандианиман, в составе которого французские летчики, а также французские и советские механики боролись с гитлеровской коалицией. Вчера, 14.45. Масленица напугала латвийских националистов. Я помню несколько лет назад, когда мы открывали очередной обелиск о подвигах этого полка, то 40 французов приехали из Парижа на велосипедах с аккордеонами, со всеми инструментами к нам в Калужскую область и сделали великолепный концерт. С тех самых пор я думал, когда и как мы можем отблагодарить их за этот вообще-то подвиг и сделать что-то в ответ на такой замечательный шаг. «Благодаря предложению господина посла нам представилась такая возможность. Сегодня мы имели и деловую часть нашего визита, но самое главное, ради чего мы приехали, это показать вам хотя бы частичку нашей культуры, наших искусств, промыслов народных», рассказал Артамонов. В среду вечером состоялся концерт с участием русского инструментального ансамбля «Каприз» и академического ансамбля народного танца Калужской области. Гостям вечера дарили маленькое чучело масляницы, сделанное из соломы, или денцы на палочке. В фойе посольства была организована выставка народных промыслов Калужской области.